В этой конференции, уважаемые коллеги, тема моя связана с русским и женским началом по текстам Калачакры-тантры. В связи с тем, что 27 лет я ознакомилась в блестящей статье Юрия Николаевича Раиха, которая была посвящена изучению Калачакры. Эта тема прошла через всю мою жизнь и завершилась переводом текста тибетского, посттибетского буддийского канона, который так и называется, Калачакры-тантры. Книги Алтай и Мавая, путевод дневники о Центральной Азиатской экспедиции, Николай Константинович Раих отмечает, что восток стоит в древнейших формулах, отождествляет 12-ти грани с матерью мира, женским началом, взаимодействие которого с мужским началом, объясняет все происходящее в мироздании. Единство этих двух начал, установленное ведантой, подтвердил Рама Кришна. В Адмане нет различия между мужчинами и женщинами. Буддийский тантризм или буддизм, а драйвий, в переводе на русский язык, означает «алмазная колесница», выделяя четыре главные тантры, предлагающие разные пути и цели. Первое. Крилия тантра или тантра действия. Крилия тантра в основном связана с магией. Второе. Чалия тантра. Тантра исполнения. Главным образом связана с ритуалами. Третье. Йога тантра. Антар остается из йога тантры. И четвертое заключающее. Высочайшая йога тантра. Калачакра тантра является четвертой в классе йога тантры и называется наивысшей. Эта сокровенная тантра изглагает учение о самом коротком и опасном пути в достижении полного присветления. С одним телом и в одной жизни. Я цитирую тибетское левше, которое всегда используют тибетцы, называя этот пусть короткий и самый опасный или иногда они говорят просто смертельный пусть с одним телом и в одной жизни. Вместе с тем, отличие калачакры тантра от других тантра состоит в том, что она не использует одно из тел Будды. Нам известны три тела Будды. Так вот одно из тел Будды калачакра тантра избегает и просто не применяет. Это тело наслаждение. По-санскритски это тело называется сам Бога Каэр, который применяет остальные тантры, находясь в борту, промежуточном состоянии, между смертью и новым рождением. Калачакра тантра не включает в борту свою презентативную практику, где другие йога-тантры дают возможность своим адресам обрести состояние прослепления. Благодаря йоге калачакры-тантры можно добиться видений ясного света и прослепления здесь и сейчас с окончательным выходом из круга обязательных рождений. В тибетском тексте наибольших тантры в ижество калачакра выступает как написация Будды-Гаутамы, образуя в союзе с богиней и исламатой, статистского метода и мудрости. Центральная концепция тантрической мысли в интуизме сводится к постижению абсолютного, дождественного Высшего Божества Шири и осознанию густоты, принесем этой философии буддизма Ладжрайны. От этой Ладжрайны различают шесть ветвей в практике шести йога-тантры. При использовании первой ветви у богини Вишламаты, супруги Божества Бла-Чакры, появляется северское имя Нача-Кюн или Мать Вселенной, благодаря которой йоги испытывают спонтальное блаженство и возрастание ощущения внутренней теплоты в процессе огней йоги. Возникшие самопроизвольные блаженства и внутренний огонь смешиваются с белой бадхичитой или внести просветления в чакре головы и далее, спускаясь вниз и проходя через различные центры энергии, порождают четыре вида радости. Первая – это радость, санскритское слово «Анандар», вторая – высшая радость, санскритское слово «Парама Анандар», третья – экстраординарная радость, санскритское название «Вирама Анандар», и четвертая – спонтанная радость, санскритское название «Сахаджа Анандар». Испытав все виды радости, практикующий йогу, переходит к шестой бедной йоге калача-тантры, знаменующей единство санюза пустоты всего феномена, женский принцип, и метода или ума, реализующего пустоту или мужской принцип. Слияние Матери Вселенной, символ Матери Вселенной является обозначением пространства. С божеством колеса времени, символом колеса времени или мужского начала является время. Приводит к предельной концентрации сознания йогина, и эта медитация рождает в нем наивысшее чувство неизменного блаженства и счастья. Санскритское название «Маха Супха». Вдвоем Бог и Богиня символизируют белые и красные капли. Тибельское название «Тикудэ», санскритское название «Биджа». Находящиеся в верхней чакле – это белая капля, и в нижней талии чакле – это красная капля. С помощью циркуляции тонкой энергии ветра, тибетское название «Лунг», в кормотоке индивида, мужское активное начало, называемое тибетским текстом, связанное с йогой или злотного тела, и женское пассивное начало, относящееся к йоге ясного света, сливается в чакле сердца, создавая чувство великого блаженства, тибетское название «Дэйчэ», как результат достижения мыслей и смысления, тибетское название «Сянсэл» или «Ватличиты». Успех йогина в медитативном процессе практического освоения и установления принципа единства, как основы шести легкого джаклей дантли, будет реальным и совершенным при полном осознании и исключении эротического аспекта единения двух началов. И нападение Вишмамады, мать Вселенной и символ пространства, в определенной степени подтверждает информацию, исходящую от древних мудрецов рейхи, что космогонические части Вет были написаны женщинами. Индотибетская астрологическая система Калачакра неотделима от науки врачевания или медицины, о чем свидетельствует так называемые «шесть признаний», разъясняемых тибетскими астрологами-врачами, что медицина — это звено, связывающее человека с космосом. Первое. Думать об индивидууме, как о существе, похожем на больного пациента. Второе. Думать об учении, как о науке медицины. Третье. Думать об учителе, как об отец целителя. Четвертое. Рассматривать всех просветленных как высших существа. Пятое. Желать просветления учения. И шестое. Последнее. Практикуя учения, иметь мотивацию для преодоления личных ошибок. Благодарю. Большое. Спасибо, Владимир Александрович. Пожалуйста, если есть вопросы, отдавайте. Ну что ж, тема доклада действительно очень... Есть вопросы. У вас есть вопросы? Да, пожалуйста. Я хотел бы уточнить, спросить, по поводу частей венопрестных женщин. Да. Попробуйте немножечко воды. Дело в том, что здесь я фиксирую Николая Константиновича Олеговика. Вы знаете, они так глубоко проникли в эту тему, поскольку имели возможность в связи с долгим пребыванием в Индии и знакомством с тибетской культурой, вот им были, очевидно, известны такие факты, что четыре беды были написаны с участием женщин. А именно досконеческая часть свет излагал женщин. И это Николай Константинович отметил в своей книге «Алтарь и Мага». Я на него ссылаюсь. Я слышала. Скажите, пожалуйста, известно ли вам подменить работы следователей, которые пытаются связать систему калачакры, в частности, вот тот предмет, который мы сейчас говорим, из логического женского начала, с живой этикой или с танцовской литературой или литературой, сопутствующей реритовской литературой? Потому что некоторые принципы, как материя-матриц и фахат, например, и космическое право и так далее, говорит о началах. Вообще Елена Ивановна занималась этой проблемой, в начале продолжая работа религена. Вам известно что-то в этом отношении? Вы знаете, я с самого начала хочу сообщить, что я раскрываю материал, исходя из тибельского текста. Самое плодотворное в моей работе состоит в том, что все материалы, изложенные ядой Ивана Рыльев, как последовательные ученицы Елены Ивановны Лавацкой, не менее замечательная женщина, глубоко помещающая культуру Тибета. Вы знаете, здесь нет никаких расхождений, просто одно подтверждает другое. С чем я вас поздравляю? Тема вашего доклада сегодня – «Женский мужской принцип». Если можно было бы сейчас посмотреть на колесе времени, как именно в стихиях по колесу времени взаимодействует женский мужской принцип, если можно рассказать. По колесу времени, по получать время. Владимир Анатольевич Бакан, он создал колочайку. Анатольевич Бакан, он создал колесец Елены Ивановны Лавацкой. Эта система, она взятая из тайной доктрины. Доктория Елены Ивановны Лавацкой, собственно, она удивительным образом, я повторяю там дорожение, мысли этой учителем, удивительным образом проникла в систему Махаян. То есть вот это и есть алмазная колесница, или это четвертая Иога. И самое главное, что Агни-Йога входит опять же в эту систему. И это есть синтез, вообще учение. Всего, что выдано. Или Ивановны, или Матроны, и Веты, и Тураны. Тут все присутствует. И самое главное о мужском и женском начале, если говорить изначально, то мы сразу видим. Мужское начало – это вот этот луч центральный. который можно назвать, ну, сефирой, можно не называть сефирой, но творящая мощь. Это мужской аспект, а женский аспект дает силу. Воля соединяется с женским аспектом силой. Это возникает в их рельс жизни. Два аспекта уже соединены. Потом они соединяются в недавно, эти же аспекты, соединяются двумя принципами одного цвета. Один цвет символизирует стихии. Первый принцип недавно всегда мужской, второй – женский. И так во всей Калачагре. И если мы начнем с центра, или с основы создания природы самой, которая духовная по своей сути, то мы увидим вот эту шестилучевую звезду, которая символизирует дух и материю. И синтез центральной точки этого духа материи есть как раз вот эта центральная точка, которая, собственно, и есть брама, мышцы, Вселенная. Вот она проявляется центральной точкой. Но вот этот вот зверь кольцо не приступит. Как раз до времени, до дня, вот с нами, в Танине доктрине это описано. И астральный свет, допустим. Вот сегодня у нас, что уникально, смотрите, если энергия приходит, как мысль, в этот мир, вот она пришла. И вот, кстати, присутствует здесь и автор вот этого же собрания в Танине Востока, это как раз мысль на целый день. И вот мысль энергии мощная, представьте себе, это солнечная энергия одна. А то, что принимает эту мысль, это наш ум, направление пространства, женское начало света, которое соединяется чувство знания и дугоразумения. И тогда получается то блаженство. И зарождается вот личита, о которой сейчас он говорил буквально. Да. Спасибо. Да, давайте. Вот как раз об этих вещах рассказывано, что когда в Абдиоге то же самое говорится, что сердце самое главное, это чувство знания. Чувство знания должно соединиться с духоразумения. Когда соединяется вот эта связь, духоразумение и чувство знания, то рождается вот этот Христос, скажите, там, рождается Будда, или вот это блаженство света, или зарождается тот хищида, которая и есть, сила, устремляющая к свету. И вот это состояние блаженства, великая радость, и о которой опять же говорилось. Вот четыре этих основных радости находятся. Все. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо большое, Евгения Санжина. У нас в следующий раз хватит.